Всем привет, с вами Priya. Сегодня поговорим о реализации морского льна. Это реагент, который падает с гуманоидов в контенте битвы за Азерот, при том в весьма неплохом количестве. За все время прокачки у меня где-то набралось немножечко и решил в пользу Дистиллиума покрафтить наручи из морского льна. Почему именно их? Да все просто. Они требуют меньше всего реагентов для своего крафта, всего лишь 10 штучек этой чудной ткани. Также нам потребуются нитки, но нитки покупаются у учителя партнерного дела вообще можно сказать за копейки. То есть 3 голды мы дополнительно тратим на крафт каждых наручей. Также при крафте этих зеленых наручей могут трогнуть наручи синего качества. Ну я думаю дроп Дистиллиума с них чуточку больше. Все это дело мы высылаем на основного персонажа, на которого нам нужно получить Дистиллиум. Высылаем, ждем пока пройдет вся эта анимация. Если же вам придется крафтить большое количество наручей из этого льна, то можно сделать себе такую вот интересную чарочку на перчатке. Эта чарочка позволит снизить время крафта с полутора секунд до, по-моему, половины секунды. А это экономия времени. А экономия времени это большее количество действий. А большее количество действий это большее количество полученных каких-либо реагентов, дохода и всего прочего. Что-то подвисает, что ли, наверное, почта. Или мне кажется. Получается 5 писем по 12. И мы перезаходим за монахом. С целью понять, в каком количестве падает Дистиллиум с этих запястьей. Надеюсь, что упадет весьма неплохое количество. Иначе абсолютно все эти действия просто ни к чему полезному не приведут. Что-то возьму 3 письма, чтобы полностью не захламлять свой рюкзак ими. Еще одно. В принципе, даже с такого количества будет понятно, падает ли в хорошем процентном шансе Дистиллиум или же нет. Ну что, начнем. Выкладываем по 9 штучек. Жмем кнопку «Утилизировать» и наслаждаемся результатом. Я уверен, что уже, скорее всего, есть какие-нибудь аддоны на более простое использование у Телетрона. Но пока что их как-то лениво ставить на самом деле. Окей, с первых 9 штучек ничего не упало. Идем дальше. Ну, зато морской лен падает повторно. Вот, один Дистиллиум упал. Морской лен повторно падает. По две, по одной штучке с каждой запястья возвращается. Это можно, как вариант, обратно так пересылать до того момента, пока этого льна вообще не останется. Еще один Дистиллиум, и еще один Дистиллиум, и еще один. Это неплохо, сейчас три подряд упало. Сколько получается? Я начинал с количеством 32. Посмотрим, сколько будет к моменту окончания распыления всех этих запястьй. Уже шесть штучек. Я думал, на самом деле, это не особо такой прям хороший способ реализации. Я посмотрел вчера абсолютно все, после того, как пофармил точку в Ордынской пустыне, в Алдуне. Посмотрел абсолютно все крафты с партнерного дела. И подумал, что может быть выгоднее на какие-то сумочки сливать, или что-то типа такого. А оказывается, и наручи-то себя неплохо показывают, при том никаких абсолютно действий почти не нужно делать. Просто крафтишь наручи, суешь их в утилитрон, и спокойно получаешь нужный тебе Дистиллиум для каких-либо крафтов. И что самое классное в этих наручах, которые крафтятся, это то, что они персональны при надевании и могут пересылаться между персонажами. 8 Дистиллиума суммарно упало, но это еще не конец. У меня есть еще 200 льна, которые я перешлю. Ну нет, это Садамия уже по такому маленькому количеству высылать, и к тому же задействовать все это на видео. Ну что ж, получается, было распылено 60 запястьей, потрачено 600 морского льна. Насколько мне известно, сейчас его скупают по цене где-то 4 голды за штучку. То есть, условно, мы потратили 2400 голды, если бы мы скупали этот лен на нитки, получается, мы потратили дополнительно 180 голды, потому что 3 голды тратится на 5 ниток. 5 ниток нужны для крафта одних запястьев, мы скрафтили 60. То есть, получается, мы потратили, округлим, 2600 голды. С 2600 голды мы получили 9 Дистиллиума. По-моему, это неплохо, мне так кажется. То есть, чуть менее 300 голды за штуку получить Дистиллиум по такой цене, скажем так, это весьма достойно. Я так думаю. Но решение за вами, может быть, вы найдете реализацию морского льна более поинтереснее какую-либо. Всех вам благ, как говорится, счастья, здоровья. Удачного вам фарма Дистиллиума и приятной реализации морского льна. До скорого!